Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Живу с мамой по течениям некоторых обстоятельств, связанных с ее болезнью. Ну вот, смотрите, то, что вы описываете дальше, никак не отражает того, что ваша мама серьезно болеет. То есть, в чем заключается ее болезнь, да, вы как-то вот не раскрываете в своем сообщении. Вы не раскрываете суть ее, скажем так, заболевания. А может быть, вы не хотели бы этого делать, но поскольку то, что вы описываете, прямо связано с мамой. Поскольку вы описываете ситуацию, где вы, получается, ушли от мамы в 17 лет, да, вот, и, получается, к ней вернулись. То, на мой взгляд, очень важно, чтобы, вот, то, что вы опять к ней вернулись, было действительно необходимостью, вот, и, чтобы это было вашим желанием, а не действием из, например, чувства вины. В противном случае есть подозрение, что вы, как бы, хотели вернуться к маме, потому что без нее, без ее критики чувствовали себя как-то не очень хорошо. Вот, а болезнь, да, правда, мне 27 лет, а я сталкиваюсь с постоянной критикой мамы. Ну, вот, смотрите, значит, что вы вкладываете в то, что вы называете свой возраст и говорите, что вы девушка? Ну, наверное, вы в это что-то вкладываете, вот, интересно было бы понять, что. Дальше. А кто сталкиваюсь с постоянной критикой мамы? А критика мамы, это про нее. То есть, если человек вас критикует, то он говорит о себе. Но, опять же, важный момент. Видите ли это вы? То есть, видите ли вы то, что она говорит о себе? Видите ли вы то, что ее критика это про нее, а не про вас? Если, если так получается, что ее критику вы воспринимаете на свой счет, то совершенно очевидно, на мой взгляд, что есть что-то, к чему вы сами не сформировали свое отношение и свое видение. Потому что критика в этом смысле бросает вызов. Она в этом смысле как бы бросает вызов тому, насколько человек хорошо себя знает. Насколько человек принимает в себя свои особенности какие-то, свои, может быть, нюансы, вот. И как человек ко всему этому в целом относится. У нее политика, что это критика во благо, это ее подсказки. Ну, это может быть какая угодно политика, как угодно она может это объяснять, но факт остался фактом. Это про нее. Я уже внутри, как закипающий чайник, больше не могу слушать. То есть вас это задевает. Вот опять же вопрос. Как бы цель вашего возвращения, на что вы рассчитывали, возвращаясь к маме. Вот. И, собственно, вы говорите о том, что больше не можете слушать, ну, это вот про что. Вам более неприятно, вы соглашаетесь с ней. Даже стало замечать, что у меня появились некие скованности из ее благих замечаний. Начала комплексовать и не особенно обращать внимание. Ну, обращаете внимание вы как раз таки осознанно. Вот. Просто опять же, что это за внимание, да? Что это за внимание, что это такое? Вот. А что из себя представляет вот эта вот ваша история? Что вы обращаете на это внимание? И, соответственно, значит, как я уже сказал, это история про то, что вы соглашаетесь со своей мамой. А соглашаетесь со своей мамой, потому что, вероятно, пытаетесь подстроиться под... Вот. 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 Вы пытаетесь под меня подстроиться. И принижаете себя. Причем, из вашей ситуации, я могу сделать вывод, что... Как-то вот... Времени. Когда бы вы о ней заботились... Собственно, то ради чего вы вернулись. Опять же, не так уж и много. Как будто бы вы сами не чувствуете, что она вас нуждается. После моей сложной протекающей энергии, на меня долго и тяжело восстанавливаются голосовые сказки. В связи я разговариваю тихо, не совсем часто. Что свой адрес? Слышь от мамы? Что ты мямляшь? Говори громче. Какой неуклюжий голос. Кто тебя услышит? Этот этапят. Полагаю... Что здесь вы... В какой-то степени... Испитываете стыд... За свою слабость. Вы испытываете стыд за то, что болеете. Вот. Как будто бы. И я думаю, что это не случайно. Я думаю, что ваша мама переживает то же самое. Она точно так же, как и вы, не принимает свои какие-то появившиеся у нее ограничения. Ну, это вообще сложно. Это правда. Это болезненно. Это тоже правда. Вот. Но вряд ли в вашем присутствии, где вы как бы подкрепляете такое поведение, Вашей мамы. Да. Она сможет... Свои ограничения. Новые. Которые у нее... Появились. Принять. То есть вряд ли вы этому способствует. Плюс ей не нравится моя работа и она из заботы критикует постоянно ее. Все. На выходных я слышу, что мне нужно заняться поиском новой работы. Все мои беды и неприятности, плотно неверно купленной еды, что совсем нелогично. Потому что я ищу... не ищу новую работу. А какие у вас беды и неприятности? Позвольте спросить. Ну то есть... Согласны ли вы с тем, с мамой? Согласны ли вы с тем, что у вас неприятность и бед? Понимаете ли вы, что говоря, например, о логичности или нелогичности чего-чего-то. Вы вступаете в борьбу. Потому что ваша мама не говорит на языке логики. Ваша мама говорит на языке эмоций. Она именно что говорит на языке эмоций, не логики. И вы, говоря на языке логики, подавляете свой эмоциональный язык. По большому счету. Вот. Здесь мне приходит в голову только то, что может быть где-то, в чем-то, вы со своей мамой можете быть согласны. Где-то, как-то, в чем-то, может быть, вы со своей мамой можете быть согласны. Вот. Но для вас согласиться с ней означает проигрыш. Потому что, ну, она же с вами борется, она же вас пытается, да, как-то подавить и так далее. Вот она и говорит, что делает все это из забот. Ну, хорошо. А говорили ли вы ей, например, что вам неприятна ее забота? Говорили ли вы ей о том, что если она о вас заботится, то вам хочется, чтобы она проявляла заботу по-другому? Ведь, если человек заботится о ком-то, то он хочет, чтобы другому было хорошо. Ну, тому, о ком он заботится. А если ваша мама не делает, не делает, как вам хорошо, то значит, речь идет не про заботу. А значит, ваша мама не хочет позаботиться. И какой вывод вы можете тогда сделать из этого? Но кто знает, а вдруг, вдруг ваша мама смогла бы проявлять заботу по-другому? Мне морально очень тяжело. А от чего? От чего? Вот у вас есть своя жизнь. Куда вы идете? К чему вы идете? По жизни. К чему вы стремитесь? По жизни, опять же. Вот. Есть у вас молодой человек? Вот. И если его нет, то почему его нет? Может быть, у вас есть... Есть проблема с построением отношений. Коли так, то скорректировать нужно именно это. Говоря о том, что вам морально тяжело, вы говорите о том, что вы делаете что-то не так. Говоря о том, что вам морально тяжело, вы говорите, что вы делаете что-то плохое. Не знаю, замечаете вы это или нет, складываете ли вы такое значение в твою фразу или нет, но это именно так. Морально. То есть морально я не такая, какой хочет видеть меня мама, и я плохая. Замечаете ли вы это? Замечаете ли вы то, какой вы хотите быть? Чего вы хотите? Ведь вернуться к маме было вашим решением и вашим ответственным. Такое ощущение, что сейчас вы не хотите благодариться за это решение. Вот. Или находитесь в неком, таком, немножечко фэнтезийном восприятии того, как должна протекать, вот, ваша с ней форма существовала. Дальше. Я уже большее время нахожусь под рук, лишь бы не идти домой. Да, то есть опять же вопрос, а зачем вы переезжали к маме, если можете находиться большее время под рук. Я понимаю, что в своем возрасте мама уже не изменится. Это правда, я пробовал, я пробовал ругаться, что усугубляло ситуацию. Пробовал ставить условия на повышенном тонике, говорить, что мне это не нравится, это моя жизнь, чтобы она так больше не говорила. Пробовал ее в чем-то подкалывать, чтобы ее задевало. Я пробовал в отчаянии просто разлагаться от обиды, пробовал спокойно объяснить, мне неприятно, пожалуйста, не говорите их право, они меня ранят. Вот, последним я молчу, никак не реагирую, в итоге ни один из способов не работают. Ну, он не должен работать, если вы накладываете в это своих эмоций. Вот вы говорите, что вас это ранит. А чем ранит-то? Чем ранит-то? Вы требуете от мамы чего-то не говорить. Вот. Ну, как можно взрослому человеку, тем более, человеку, который очевидно считает, что лучше знает, как вам жить, говорить о том, чтобы он что-то не говорил. Но при этом, вы игнорируете то, что вам, что важно, что-то ранит. Вот у меня вопрос, собственно, а что вас ранит-то? Ну, то есть, то, что вас ранит, что-то, это понятно. Не понятно только, только что. Не понятно только то, как, как её слова вас ранят. То, что ранит, понятно, как нет. Дальше. Ощущение, что она манипулирует, ей нравится это говорить, или она может даже не специально, а из каких-то своих намерений сделать лучше таким жёстким способом говорить. Не понял эту фразу, не знаю. Но я не нашла способ, чтобы достучаться до неё, она не делает. Вот. Вы пытаетесь до неё достучаться. Вот понимаете, какая штука? Что такое достучаться до человека? Достучаться до человека означает, по сути, его переделать. Вы пытаетесь его переделать. Человека, я имею в виду. А маму не надо переделать, она взрослая. Но и вам не надо всегда переделать, вы тоже взрослая. А такое чувство, что для того, чтобы вам было хорошо, она ничего не говорила вам. Это не взрослая позиция. Это позиция ребёнка. И вопрос, который мы здесь видим, заключается в том, в чём вам нужно разрешение. Да, забегая немножко вперёд, я готов сказать, что, конечно, когда вы убегали от своей мамы, когда вы убежали от неё, вы, конечно же, не решили своих проблем и своих собственных проблем. Вы не решили. Вы догадались, возможно, уже её власть. Да, вы сбежали, вы убрали, что называется, раздражитель, это правда. Но свою проблему вы не решили. И потому, оказавшись с ней, вы столкнулись с таким вот, ну, с таким феноменом. Вот. Хотя я повторюсь, что для меня всё ещё не совсем понятно, не совсем понятен ваш мотив к ней вернуться. Помогите мне, пожалуйста, как быть в такой ситуации? Как быть в такой ситуации, чтобы что? Какая цель? Может, сможете посоветовать ещё какой-то способ донести маме? Его нет. Я за последнее время превращаюсь из адекватного принимающего человека в человека с комплексами. Нет, вы всегда были человеком с комплексами. Просто вы этого не замечали. А не реагировать внутренне, чтобы её слова не взволили, пока не получается. Что ж, а на что реагировать? На что вы реагируете? Вы говорите, её слова задевают. А чем? Очевидно, что задевают её не все слова. Очевидно, что задевают слова-то только некоторые. Но какие это слова? Чем это? Чем вот это задевают? Вот. Обычно, обычно задевают нас то, как я и сказал, с чем мы согласны. Вот. То есть, если, если вы внутренне согласны с тем, ну, с чем-то, с чем-то из того, что мама говорит, вот, то, да, вас это задевает. Конечно. А если вы не согласны с тем, что мама говорит, то и задевать не будет. Дело в том, что то, что вас это задевает, это ваша, в той или иной степени, это ваша активность, давайте скажем так. Это ваша активность, что вас это задевает, понимаете? Вот. И, соответственно, соответственно, вашу активность нам и нужно разбирать. Вот. Сейчас, сейчас, ваша активность нам не знать. Вы просто говорите, что хочу сделать так, чтобы мама не говорила мне слово, что мне неприятно. А вернулась я к ней. Потому что она болеет. Но, как именно я ей помогаю, я не скажу. Вот. Как именно я ей помогаю, всем именно ей нужна помощь, я не напишу. Вот. Договариваться с мамой о том, зная ее, ну, такой вот, да, непростой характер. Договариваться с ней о том, как мы будем ей помогать. И чтобы мне было хорошо. Тоже не будем. В итоге я, я страдаю. И, прошу себя, прошу ставить. Так. К слову, 17 лет живу одна, сбежала от мамы из ее гиберопеки. Ну, и вы думаете, что сейчас что-то изменится. В подростковом возрасте она меня отсылала. Огораживала. У меня практически не было друзей. Были только те, кто знал. Все порногодние. Мы видели столько у меня дома. Порноблудили мамы. А к чему я это написал? Написал. К чему? Ну, то есть, ну, вот ваша мама, она такая. Да. Эээ. Очевидно, что гиберопека не появляется на ровном месте. Очевидно, что гиберопека возникает тогда, когда человек как-то, вот, не умеет, да, жить для себя. Вот. Когда человек, эээ, ну, в центре своей, в своей, вот, своего мира, да, делает другого человека. Очевидно, что мама проецировала на вас определенные страхи. Вот. Ну, помимо того, что я здесь, эээ, не понял, о какой поднаготной идет речь. Вот. То есть, то есть, кто, кто, кто чью поднаготную знает и так далее. Не очень понятно. Ну, хорошо, хорошо. У мамы гиберопека. Ну, гиберопека обращает, что у вас крайне разметые личные границы. Ну, гиберопека их стирает. Вот. Понимаете, да? Какие здесь есть варианты, принципы решения проблем. В первую очередь, обозначение и корректировка ваших собственных внутренних конфликтов и противоречий. Проблем. Это первое. Второе. Определение целей. То есть, вы живете с мамой, чтобы ей помогать, потому что она болеет. Как конкретно вы это делаете? Что конкретно для этого нужно? Вот. И как бы не смущает ли вас то, что вы можете находиться у подруг большую часть времени и желаете там… Опять же это ощущение, вот у меня такое чувство, что вы просто вернулись в прежнее детское состояние, где вы все время под надзором усвоенном. Вот. Понимаете? Потому что, ну, вот смотрите. Вот. Смотрите. Десять лет вы были одна. Без нам. Если я правильно понял. В эти десять лет вы не создаете своих отношений, судя по всему. Не создаете семью. Вот. Нет, я не знаю, что у вас обязательно должна быть семья, но я имею ввиду, что за десять лет вы не построили крепких отношений с мужчиной, судя по всему. Ну вот. И это очень важный момент. Ну вот. Почему? Так вышло. Как так вышло? И в двадцать лет вы возвращаетесь обратно к маме. Вот. И опять боретесь с ней за право своего существования. Как будто. Вот. Понимаете, да? И третий момент. Это определение контакта с мамой. Вот. То есть, как сказал мой коллега. Я сообщение. Да. Само собой. Я сообщение. Очень важная штука. Но еще и четкие границы. О чем мы говорим, о чем мы не говорим. И физические границы. Это тоже очень важная вещь. Понимаете? Физические границы также важны. Вот. Ну, а вы, вы как будто бы на все это не обращаете особо внимания. Может быть, вы не привыкли на этом завтра. Завтра. Вот. В таком случае все это нужно корректировать. Помогать вам корректировать. Вот. А советов. Совет. Именно совет. Ну, психолог не дает. Это было бы. Это было бы неправильно. Это было бы не корректно. Корректно. Вот. Ну, вот. С психологической точки зрения. Вот. Поэтому никаких советов мы вам давать не будем. помочь разобраться в себе. Можно. Ну, вот. Показать вам формы бесконфликтного общения, да, бесконфликтного взаимодействия. Какого-то. Взаимодействия. С мамой. Можно. Ну, просто вот научить вас бесконфликтному взаимодействию, да. Можно. Можно. Это сделать. Ну, и все. Вот. Понимательно. Как. Как. Какой здесь. Есть. Момент. Вот. Поэтому я думаю. Я думаю. Что. Примерно. так вам. Можно было бы. Ответить. С точки зрения. Психологии. И. С точки зрения. Психотропии. Вот. Буду вам благодарен. за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Тем более. Этихое н ren to это podría быть двух rights. Психо на любом linhaе. До сих. И вниз. Кто или bacter근� desse балк. iko.